Друзья, привет! Два года назад мы вошли в новое десятилетие. И хоть оно оказалось весьма беспокойным, человечество продолжает смотреть в будущее. Это можно легко заметить в автомобильной отрасли. Современные концепт-кары воистину удивительны. Давайте знакомиться с ними вместе. Вы на канале Techbox, мы начинаем! Пенинфарина Теорема Итальянская компания Пенинфарина показала концепт необычного электрокара под названием Теорема. Длина электрокара составляет 5400 мм, что примерно сопоставимо с Mercedes Maybach S-класс. Теорема получила очень необычную компоновку салона. Сидений водителя и два ряда пассажирских сидений по два места. Причем сидения трансформеры могут двигаться в разных направлениях и даже превращаться в полноценные спальные места. Их разработка велась совместно с компанией по производству мебели. У машины отсутствуют традиционные педали и рулевое колесо. Новинка позиционируется итальянцами как полностью беспилотный автомобиль. При желании водитель может взять управление на себя с помощью специальных джойстиков. Также на изображениях у Теорема отсутствуют двери. Скорее всего, попасть в салон можно, убрав выдвижную крышу электрокара и перешагнув через борт. Audi SkySphere Компания Audi представила экспериментальный электрический автомобиль под названием SkySphere, отличительными чертами которого стала раздвижная колесная база и система автоматического управления. Внешность автомобиля выполнена с оглядкой на Horge 853 Manuela, сделанный в середине 1930-х для звезды автоспорта тех времен немца Бернда Роземайера. В частности, о сходстве с классической машиной говорят пропорции кормы концепт-кара, а также большие заднепетельные двери, открывающиеся против направления движения. Технической особенностью Audi SkySphere стало раздвижное шасси на электрическом приводе, благодаря которому размер колесной базы можно увеличивать на 250 мм. Таким образом, путем нажатия кнопки автомобиль может превращаться из спортивного Родстера длиной 4,94 метра в комфортабельный Гранд Турер длиной 5,19 метра. BMW BMW AX Flow Мюнхенский производитель автомобилей премиум-класса BMW в рамках выставки KS 2022 представил перспективное использование давно известной технологии. С ней водитель в любой момент может изменить цвет кузова машины. В качестве примера использован BMW AX Flow. Цвет экстерьера авто меняется с черного в белый и наоборот. Реализовано это с помощью электронных чернил. В основе технологии микрокапсулы, заполненные черными и белыми пигментами. Белые пигменты заряжены отрицательно, а черные – положительно. При взаимодействии положительного или отрицательного электрического поля эти частицы перемещаются внутри капсулы. У краски хамелеона есть и полезная функциональность. Например, в жаркую погоду кузов можно сделать белым, чтобы он меньше нагревался. В более прохладную погоду темное будет поглощать заметно больше солнечного тепла. Технология E-Ink энергоэффективна и не требует энергии для поддержания выбранного цвета. Воздействие тока необходимо лишь во время короткой фазы смены цвета. Xpeng HT Aero Китайская компания Xpeng, специализирующаяся на разработке электромобилей, представила концепт-кар под названием HT Aero. Автомобиль может как ездить по дорогам, так и подниматься в воздух. Автомобиль получил легкую конструкцию кузова с аэродинамическими формами. При полетном режиме по бокам выдвигаются специальные раздвижные элементы с роторами на концах, благодаря которым машина обладает возможностью вертикального взлета и посадки. Другие технические подробности об автомобиле не сообщаются. Судя по изображению салона, Xpeng HT Aero имеет полупрозрачный цифровой дисплей почти на всю ширину передней панели, а также дополнительный информационный экран, вмонтированный в руль. Вероятно, если вы досмотрели до этого момента, то видео вас заинтересовало. А лучший способ поддержать команду авторов этого канала – поставить лайк и подписаться. Комментарии также приветствуются. Audi ASQ Элегантное среднемоторное купе Audi ASQ представляет собой видение дизайнеров Audi автомобилей достаточно далекого будущего. Тем не менее, у истоков этого концепта стояли инженеры Lamborghini. Именно на базе модели Lamborghini Gallardo был создан немецкий концепт-кар Audi Le Mans Quattro, посвященный череде побед команды Audi в одноименных 24-часовых гонках. Силовой агрегат ASQ и полноприводная трансмиссия позаимствованы у Lamborghini Gallardo. Мотор V10, расположенный за спиной пассажиров, в итальянском автомобиле развивал 500 л.с. Но немцам этого показалось малой, двигатель оснастили еще парой турбонагнетателей, доведя мощность до 610 л.с. Характеристики ASQ достоверно неизвестны, но Le Mans Quattro с тем же мотором разгонялся до сотни за 3,7 секунды, а до 200 км в час за 10,8 секунды. Максимальная скорость – 345 км в час. Полноприводная трансмиссия распределяет крутящий момент в пропорции 40 на 60 в пользу задней оси. Mazda AX Vision Компания Mazda, строившая двигатели Ванкеля с 1961 года, была и остается единственным автопроизводителем, продавшим более миллиона автомобилей, оснащенных такими моторами. Однако с момента снятия с конвейера AX8 в 2012 году в Хиросиме наступило роторное затишье. Его прервал захватывающий дух концепт-кар AX Vision, впервые представленный широкой публике на токийском автосалоне. Под капотом спортивного купе располагался двигатель Ванкеля нового поколения, получивший название Skyactiv-A. Ведь даже попрощавшись с AX8, инженеры Mazda продолжили совершенствовать технологии роторно-поршневого мотора, который стал еще легче и эффективнее. Mazda заявляет, что длинный и широкий кузов, короткий свес и смещенная назад кабина подчеркивают спортивную сущность автомобиля, получившего невероятно низкий капот и чарующие пропорции, в основном благодаря компактному и легкому двигателю. Позже AX Vision был признан самым красивым концепт-каром года и удостоен различных наград за дизайн. Mercedes-Benz Concept IAA Mercedes-Benz Concept IAA – экспериментальный прототип линейки аэродинамически эффективных автомобилей от компании Mercedes-Benz. Представляет собой четырехдверное купе, премьера которого состоялась на франкфуртском автосалоне. Коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля составляет 0,19. Вопросом оптимизации аэродинамической эффективности автомобилей в компании Mercedes-Benz задались достаточно давно – с 1909 года. Первые настоящие успехи в этой области были достигнуты существенно позже – в 1936 году. Тогда был создан автомобиль W25, который получил обтекаемый кузов, включая закрытые подвеску колес и днище кузова. Специалисты провели тесты в аэродинамической трубе заводов Цепелина во Фридрихсхаффене и добились коэффициента лобового сопротивления CX, равного 0,235. Много лет спустя на автомобилях CLA-класса удалось добиться значения всего в 0,22, что являлось рекордом среди машин серийного производства. И, наконец-то, компания Mercedes-Benz представила концепт-кар Mercedes-Benz Concept IAA. При создании данного автомобиля инженеры преследовали две цели – сконструировать красивое четырехдверное купе и вывести аэродинамические показатели на качественно новый уровень. Коэффициент лобового сопротивления Concept IAA составил 0,25 в обычном режиме и 0,19 при активированном аэродинамическом обвесе. По словам представителей Mercedes-Benz, экспериментальный автомобиль знаменует фундаментальные изменения, происходящие в автомобильной промышленности на момент дебюта модели. Mercedes-Benz Vision EQXX Впервые об электромобиле Mercedes-Benz Vision EQXX немецкий автопроизводитель рассказал еще в 2020 году, особо подчеркнув, что это будет концепт с упором на дальнобойность. Но использованные в нем решения обязательно будут использоваться в серийных моделях. Официальный анонс модели приурочили к КС-2022. Очевидно, что задача максимальной дальнобойности решается за счет сразу нескольких параметров, включая большую емкость батареи, высокую эффективность электродвигателя, минимальный вес и отличную аэродинамику. В качестве примера компания привела серийный электромобиль Mercedes-Benz EQS 450+, который потребляет от 15,7 до 19,8 кВт часов энергии на 100 км пробега и проезжает от полного заряда батареи впечатляющие 680 км. При первом же взгляде на концепт Mercedes-Benz Vision EQXX видно, что дизайнеры уделили особое внимание аэродинамике. Корпус получился длинным, низким и с характерной задней частью, формирующий каплеобразный силуэт. Эффективность электродвигателей составляет 95%. Именно столько энергии передается от батареи на колеса. Корпусы рамы Mercedes-Benz Vision EQXX выполнены из переработанных материалов и углеволокна по технологиям спортивных болидов Формулы 1. Колеса из магниевого сплава, тормозные диски из алюминиевого сплава с шинами со сверхнизким сопротивлением к качению. Общий вес концепта составляет всего 1750 кг. Кадиллак Innerspace И внешне, и внутри Innerspace выглядит как автомобиль из самых смелых фильмов про будущее. Вместо лобового стекла у концепта установлен огромный изогнутый дисплей. А для максимально удобной посадки панорамная крыша открывается вместе с дверьми, после чего раздельные кресла выдвигаются навстречу к пассажиру. Поскольку концепт предполагает полностью беспилотный автомобиль, то дизайнеры рискнули и отказались от руля, а вместе с ним педали и передней консоли. Вместо них предлагается специальная полочка с домашними тапочками и пледом. По задумке Кадиллак с появлением таких автомобилей человек сможет использовать время в дороге для того, чтобы отдохнуть в пути между домом и работой, длинными переездами между встречами или просто комфортно путешествовать. Использование биометрии и алгоритмов машинного обучения позволит обеспечить каждого пассажира персонализированным обслуживанием во время поездки. Помимо развлекательной составляющей, технологии автомобиля способны пригодиться еще и в оздоровительных целях. Например, он включит определенный тип освещения, чтобы вы могли лучше отдохнуть.